Здравствуйте! С вами канал Вкусный Огород Барнаул. Вторая половина июля. Вот это моя грядочка белокочанной капусты. Однако здесь находится еще небольшое количество капусты кальраби. Это, конечно, не основная капуста на огороде, но частенько небольшое количество капусты кальраби выращиваю. Всю капусту выращиваю, ну, можно считать, что безрассадным способом, то есть вся вот эта капуста была посеяна прямо в грунт семенами, вот на эту грядку. Здесь были еще и другие сорта, и вот часть капусты была отсажена на другое место, в частности цветная, листовая, а часть была здесь оставлена. В том числе осталась и капуста кальраби. Отдельно скажу, это довольно забавно, что капусту кальраби я не покупал. В одном продуктовом магазине я хочу рекламировать. Такая акция, причем продуктовый магазин. На кассе бесплатно раздавали семена различных культур. И вот в том числе дали пакетик семян капусты кальраби. Очень забавно то, что даже название там не написано. Ну, кальраби, кальраби. Посеял, эта капуста взошла, и вот три растения выросло, и она уже начинает поспевать. Сейчас, я думаю, можно уже один стеблеплод снимать, потому что когда капуста перерастает, это не очень хорошо. Срубать капусту буду топориком, поскольку корень у нее довольно мощный. Подрубаю корешок. Корешок мощный. Все, капуста отрублена. Можно рассмотреть ее более тщательно. Вот так выглядит стеблеплод капусты. Сейчас буду отрезать листочки и посмотрим более подробно. После того, как листья капусты обрезаны и стеблеплод помыт, выглядит он следующим образом. Это капуста кальраби, без названия, к сожалению. Сорт был не указан. Семена попали ко мне оригинальным способом. Что можно сказать? Срубил корнеплод вот в таком виде. То есть, может быть, он еще был бы и покрупнее. Но я предпочитаю убирать капусту кальраби, не очень крупную. В этом случае она, как правило, более сочная и вкусная. Так что вот такой размер, я думаю, самый подходящий. Осталось еще два растения. Но здесь стеблеплоды поменьше. Так что, я думаю, некоторое время они еще пусть подрастают. Вид капусты довольно оригинальный. Слегка овальный. Ну, а в целом смотрится вполне нормально. Пусть не знаю, как она будет на вкус. Но я думаю, вкус будет тоже неплохой. Ну, а капусту кальраби можно использовать самыми разными способами. И в свежем виде в салатах. И можно, что делаем очень часто, вот капусту кальраби с какими-нибудь другими овощами, просто потушить в духовке. Можно завернуть ее даже для этого в специальную термопленку. Получается очень сочно, очень вкусная капуста. Да и другие продукты тоже запекаются очень хорошо. Ну, так что, вот такой итог выращивания капусты кальраби. В целом, капустка симпатичная. Жалко, что не написали, какой сорт. Может быть, я и в будущем бы ее тоже взял на заметку. Ну, дареному коню в зубы не смотрят. Так что, тут уж поделать ничего нельзя. Но в целом, капуста неплохая. Так что, пожелаю огородникам не забывать про эту капусту. Хотя бы немного, ее всегда можно вырастить. Она поспевает неплохо даже при посеве семенами в грунт. Так что, никаких хлопот особых при выращивании с ней не бывает. Желаю всем хороших урожаев. Всего самого доброго. До свидания.